Аякс Что это за система? Я не смогу объяснить это в двух словах. Я играл во многих великих командах. Взять те же испанские Реал или Барселону. Мне кажется, суперклубы по своей сути одинаковы. Их объединяет психология победителей. Характерна она и для Аякса. В Голландии любят футбол, но не так фанатично, конечно, как в Италии или Испании. Ну и слава богу. Хотя, если честно, у меня еще не было достаточно времени, чтобы понять, в чем же заключается величие Аякса. Я в Голландии уже давно, но в Аяксе только первый сезон. Разница между моим новым клубом и прежними огромна. В Аяксе совершенно особенная атмосфера. Я считаю, что очень важно знать историю своего клуба. А здесь история на каждом шагу. Умение сохранять традиции и передавать их из поколения в поколение, наверное, одна из главных черт, присущих моему новому клубу. История Аякса хранится в одноименном музее. Однако особый статус Аякса в Голландии и его невероятная популярность не всегда дает повод руководству лидера нидерландского футбола испытывать положительные эмоции. К Аяксу всегда приковано особое внимание. При всей степени цивилизованности нашей страны зачастую в Голландии многие говорят о нас нелицеприятные вещи. И в частности, обо мне. Правда, я к этой обстановке уже привык. Мой отец привел меня в Аякс, когда мне было 6 лет, и за все это время отношение к нам не изменилось. По-прежнему приходится сталкиваться с непорядочным поведением. Хотя этому есть, на мой взгляд, объяснение. Голландия маленькая страна, и у нас слишком много клубов, которые не могут с нами конкурировать. В результате они нам просто завидуют. Понять завистливых представителей маленьких клубов несложно. Неудивительно, что эта зависть усугубилась после того, как Аякс перебрался на Амстердамскую арену, чьи внутренние убранства могут поразить самого предвзятого ценителя интерьеров и фешенебельных помещений. Складывается впечатление, что Аякс буквально утопает в роскоши, и богатству этого клуба нет предела. Однако впечатление это поверхностно, и амстердамский клуб значительно уступает по своим финансовым возможностям итальянским и испанским футбольным структурам. В современном спорте деньги играют огромную роль, но, к счастью, не решающую. И пример Аякса мне кажется в этом смысле показателен. Вот скажем, Англия. Вы не представляете себе, какие бешеные деньги вкладываются там в футбол. Нам такие суммы даже присниться не могут. Это касается и спонсоров, и телевидения. Недавно английская лига подписала долгосрочный контракт о продаже прав на телетрансляции. Так вот, по этому контракту каждый клуб премьер-лиги получает 10 миллионов фунтов за сезон. Я подчеркиваю каждый. У нас в Голландии подобный контракт предусматривает выплату около 15 миллионов, но не одному клубу, а всей голландской лиге. На мой взгляд, существенная разница. С другой стороны, чего добились англичане со всеми этими деньгами и иностранцами, которые заполнили премьер-лигу? Правильно, ничего. Вы помните, когда английский клуб в последний раз что-нибудь выигрывал в Европе? А Аякс со своим, в общем, ограниченным бюджетом постоянно находится среди лидеров. Выигрыш Лиги чемпионов и участие в финале и полуфинале тому подтверждение. Умеренные финансовые возможности не единственная и не самая главная проблема Аякса. Уровень чемпионата Голландии, очевидно, не сопоставим с европейскими амбициями этого клуба. Но Аяксу приходится мириться с этой данностью. В этом году преимущество амстердамцев над другими командами настолько очевидно, что интрига в чемпионате пропала уже в середине первого круга. К тому же не лучшим образом выглядят единственные серьезные соперники Аякса PSV и FNOR. Хотя PSV — единственный клуб, который в этом сезоне смог обыграть Аякс, к тому же в гостях. И все же проблем с подготовкой к матчам Еврокубков у амстердамцев от этого не меньше. В этом году PSV и FNOR играют неважно. Конечно, это их проблема, но на самом деле страдаем от этого прежде всего мы. Отсутствие серьезной конкуренции в чемпионате не идет на пользу Аяксу. Удовольствие от 15-очкового отрыва получают, наверное, только болельщики и, может быть, некоторые игроки, которые выступают у нас первый сезон. Но меня, как президента ведущего клуба Голландии, положение, сложившееся в нашем чемпионате, тревожит. Тут всерьез обсуждался вариант объединения элитных команд Бельгии и Голландии в одну лигу. Но я скептически отношусь к этому проекту. При всем уважении к бельгийцам уровень их футбола не выше нашего, и толку от такого симпиоза не будет. Надо думать о другом. Как сократить число команд в нашей лиге? Ну куда это годится? В Голландии на 19 миллионов жителей 36 профессиональных клубов, а в Германии столько же на 90 миллионов. Вот эту проблему и надо решать, поскольку сам по себе уровень чемпионата Голландии достаточно высок. Голландия отличает от других стран то, что здесь много играющих команд, поэтому мне здесь и интересно. Неслучайно местный чемпионат имеет один из самых высоких коэффициентов по голам, забитым в среднем за игру. В Голландии большинство клубов предпочитают на один мяч больше забить, чем пропустить на один меньше. Мне нравится такой менталитет. Конечно, в Европе ведущие чемпионаты в Италии, Испании и Германии. В Англии футбол уровнем чуть пониже. В Голландии же Бельгия и Португалия во втором эшелоне, но для таких маленьких стран это нормально. Зато здесь предпочитают атакующий футбол, а это хороший пример для молодежи. Они смотрят, как играют в высшей лиге и когда выходят на поле, стараются действовать в том же атакующем ключе. От этого выигрывает зрелище. Третья и основная, пожалуй, проблема Аякса – бесконечный отъезд ведущих игроков за границу. Недавние питомцы детской школы Аякса выигрывают европейские турниры в составах испанских и итальянских команд. А в Аякс на их место приходят легионеры. Причем самого непредсказуемого происхождения. При всем кажущемся благополучии нелегко и Аяксу. Дело Басмана коснулось и нас. Теперь каждый футболист вправе самостоятельно решать свою судьбу, и мне искренне жаль, что очень многие задерживаются у нас ненадолго. Прежде всего обидно за наших воспитанников, ведь в них вложено столько средств и усилий. Почему же они все-таки уезжают? Как не прискорбно это констатировать из-за денег? Ну и потом некоторые считают, что в серии А играть интереснее, чем в Голландии. От этого становится очень грустно. И все же, при всех трудностях, прежде всего кадровых, Аякс не перестает считаться одним из ведущих клубов Европы, а коллекцию клубного музея составляют призы, завоеванные не только великой командой эпохи Йохана Кройфа. Человеку, который находится в Аяксе недавно, сложно найти объяснение этому парадоксу. Приоткрыли завесу над этой тайной капитан команды Дани Блинт и ее президент Микаэль Ван Праг. Качество игры и результат – вот что делает команду суперклубом. Правда, в Аяксе есть одна особенность, которая делает нас непохожими на другие команды. У нас есть детская школа, лучшая в мире. Она работает уже на протяжении десятилетий. В этом, наверное, один из секретов нашего успеха. Посмотрите, сколько великих игроков дала она футболу хотя бы за последние годы. Винтер, Басман, Биркамп, Йонг, Клайверт. Аякс не просто школа. Для младых ребят это высшее учебное заведение. Поэтому мы и выигрываем Еврокубки. Поэтому нас продолжают и будут всегда считать одним из ведущих клубов мира. Могу вам раскрыть один секрет. Мы перешли на систему долгосрочных контрактов. Теперь каждый, кто приходит в клуб, в том числе и из нашей школы, заключает контракт не менее чем на 4 года. А так всегда было? Нет, это вынужденная мера. К тому же полка о двух концах. Теперь нам приходится платить по этим контрактам значительно большие средства. Но что поделаешь. Зато, по крайней мере, я не боюсь, что в следующем году снова останусь без команды. Выходит, что действительно школа Аякса и дает возможность клубу причислять себя к элите мирового футбола, несмотря на различные проблемы. Теперь, когда Аякс переехал на новую амстердамскую арену, школа стала неотъемлемой составляющей суперклуба уже географически. Теперь детскую и взрослую команды разделяет лишь скоростное шоссе. Аякс не просто клуб, это система, которая строилась годами. Главное в том, что меняются поколения, приходят новые люди, а система остается непоколебимой. Ее уже ничто не может изменить. В этом наша сила. Прежде всего это касается подготовки детей. Они приходят в нашу школу в 7-8 летнем возрасте и в течение 10 лет учатся играть по нашей схеме. Так что в главную команду попадают люди, которые знают, что от них требуется. Еще одна особенность в отборе детей в школу. Мы ищем нападающих. Из 16 мальчиков, которые проходят конкурс, все нападающие. И только потом, по прошествии нескольких лет, кто-то из них переводится в защиту или в середину поля. Поэтому Аякс и играет так необычно. Каждый выпускник нашей школы, приходя в главную команду, легко вписывается в игровую систему. В двух словах, игровая система заключается в следующем. В Аяксе главная центральная ось. То есть существуют ключевые позиции игроки, которые их занимают. В макетном варианте это номера 3, 4, 9 и 10. Сейчас десятка принадлежит Литманину, поэтому ему место в основном составе гарантировано. Поэтому он ведущий игрок команды. Поэтому он никогда не уйдет из Аякса. Вот вам хороший пример. В прошлом году в главной команде появился защитник Марсио Сантос, бразилец, чемпион мира. Но на его месте играл наш 18-летний выпускник. И не потому, что он лучше играет в футбол. Просто ему не нужно объяснять, что такое система Аякса. Его учили этому 7 лет. Естественно, никакая команда, даже с самыми замечательными кадрами, не может существовать без тренера. Интересно, что своими первыми успехами и вообще статусу элитного клуба Аякс обязан англичанину Джеку Рейнольдсу. Голландские же специалисты в Аяксе не приживались. Победы 70-х связаны с именем румынского тренера Стефана Ковача. И только к недавним победам уже в 90-е годы Аякс привел голландец Луи Ван Галь. Но и он уже часть истории. Сейчас клуб возглавил опять иностранец, датчанин Мортен Ольсон. Я думаю, Ван Гал ушел не из-за денег. Он не такой меркантильный, дело в другом. Луи у нас долго работал, добился всего, чего только может клубный тренер. Ему просто захотелось сменить обстановку. Его звали все клубы Европы в буквальном смысле слова. Ван Гал выбрал Барселону. Не знаю, почему он не объяснял. Наверное, потому что там сложнее работать. Луи любит принимать вызов, но я уверен, что душой он по-прежнему с нами и рано или поздно вернется. Может быть, в детскую школу, может быть, в ином качестве, посмотрим. Мы даже не пытались его удержать, это бессмысленно. Но должен сказать, я рад, что сейчас у нас работает Мортен Ольсон. В Аяксе тренер часть системы и полностью ей подчинен. Тренер Аякса ничего не может изменить в корне. То есть, лучше сказать, не имеет права. Он подписывает контракт, в котором прямо сказано, я обязуюсь играть в атакующий футбол. Иначе Аякс не был бы Аяксом. Может быть, в этом и заключается суть того, что мы называем нашей системой. В Аяксе есть профессиональный клуб, есть детская школа, есть совет директоров, есть стратегия, которая вырабатывалась не один год. Я директор школы, Мортен Ольсон, главный тренер. Но он мне не начальник, и я ему тоже не указ. Каждый, кто работает в клубе, обязан подчиняться общей системе. Не нравится, можно подыскать себе другую работу. Это главный принцип Аякса. Представьте себе, если каждый новый тренер будет приходить ко мне и выдвигать свои требования, какие игроки ему нужны, а какие нет. Такое в Аяксе себе невозможно представить. Сейчас в Аяксе создается фактически новая команда, но процесс этот начинается не с нуля. Для этого и существует то, что голландцы называют системой Аякса. Наша отличительная черта в том, что мы придерживаемся определенной футбольной философии и никогда от нее не откажемся. При любом тренере или совете директоров Аякс всегда останется верен одному принципу – работать не на сегодняшний день ради сиюминутного успеха, а думать о перспективе. И в этом смысле я очень рад тому, что нам предстоит встреча с московским «Спартаком». Я знаю, что у нас много общего. Мне много рассказывали о детской «Спартаковской школе». Я думаю, что наша встреча будет полезна и Аяксу, и «Спартаку», и мы многому сможем друг у друга научиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!